Говорят, что местные девушки прям очень хотят выйти замуж за иностранца, и они думают, это всё так просто, вот если познакомилась, то всё, он тебя замуж возьмёт. Да, в Азии у людей тут немного по-другому устроено мышление. Мне тоже иногда говорят, там всякие индийцы, пакистанцы разные. Можешь мне найти жену, вот просто спросить, ну может кто-нибудь там, какая-нибудь украинка за меня выйдет? Да, конечно, вот тут чувак есть, вот он выглядит вот так вот, кому? Забирайте. Я говорю, что иногда тут живёшь год с девушкой, а то и больше годами просто, и вы до сих пор не знаете, хотите ли вы жениться или нет. Тут вот немного иначе, мне рассказывали вот опыт студента, которые онлайн знакомились с иностранцами, там с ними общались, видеозвонки какие-нибудь. Они их просили отослать фотки в голом виде, они отзывали, и на видео, там на камеру просили выполнять всякие, в общем, вещи. Они были уверены, что да, он на мне женится, а потом они просто их шантажировали с вот этими вот фотками и видео. Требовали тысячу баксов, две тысячи баксов, иначе мы покажем эти фотки всем. А вы представляете, это, ну, довольно-таки традиционное мусульманское тут общество. Подавляющее большинство девушек ходят с покрытой головой, и тут вот такое. Говорят, я в Facebook всем твоим друзьям отправлю. Некоторые там уже были на грани самоубийства просто. Казалось бы, такой очевидный разводняк, а ведутся. Или еще был вариант, когда набирает там какой-то немец, говорит, я уже к тебе лечу, вот я в Куала-Лумпуре, и тут меня задержали, отобрали все мои вещи, все мои деньги, сейчас передают трубку, передает трубку, и там чувак с Куала-Лумпурским акцентом говорит, что вот так и так, да, повязали твоего любимого. Если хочешь, чтобы мы его отпустили, переведи там тысячу долларов, и они переводят.